И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Перед началом просмотра, друзья, как всегда, поддержите видео лайком, наша цель набрать 550 пальцев вверх. Проверьте подписочку на наш канал, и если вы еще не подписались, то сейчас самое время. Кликайте на колокольчик, ведь только в таком случае вы будете получать все оповещения о выходе новых видосов. Спасибо, ну а мы начинаем. Бивол раскрыл план на бой. Дмитрий Бивол поделился о том, как он введет ожидаемый в этом году поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с Артуром Беттербиевым. Артур прежде всего очень силен. Он бьет очень тяжело, и он очень уверен в себе психологически. У него очень большой опыт. У него не так много боев в профессионалах, но ему помогает огромный опыт любительских выступлений. Еще у него хороший удары справа в корпус, говорит Бивол. Есть у Бивола мысли о том, как можно противостоять фирменному прессингу Артура Беттербиева в ринге, но делиться ими с публикой Дмитрий Бивол отказался. Да, он много прессингует, и иногда в спаррингах я работаю над этим, признался Бивол. Честно говоря, это уже те вещи, которые я должен обсуждать со своим тренером, а не с журналистами. Думаю, это будет мой самый сложный бой в карьере, самая большая проверка, говорит Бивол о бое против Артура Беттербиева. Знаю, что он физически сильнее, чем Сауль Альварес. У него есть и хорошая техника тоже. Многие говорят о его ударной мощи, но не замечают его технику. Она у него тоже очень хороша, говорит Бивол. Эдди Хирн заявил, что победить Артура Беттербиева будет очень сложно. Глава промоутерской компании матч-румбоксинг Эдди Хирн поделился своими ожиданиями от потенциального боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Беттербиевым и Дмитрием Биволом. «Что касается возможного боя, то могу сказать, что Дмитрий отлично двигается, но ему будет необходимо пробить брешь», — сказал Эдди Хирн. «Очень сложно победить Артура в 12 раундах. Он буквально изматывает соперников и постоянно усиливает давление», — сказал функционер. Ну а бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший поделился своим мнением насчет потенциального боя за звание абсолюта между Артуром Беттербиевым и Дмитрием Биволом. «Если Бивол сможет выдержать натиск Беттербиева в течение двух или трех раундов, то он победит», — сказал Рой Джонс. «Если же Дмитрий решит зарубиться с ним, то проиграет. Сейчас никто в полутяжелом весе не сможет драться с Артуром лицом к лицу», — сказал Рой Джонс в интервью. Но Артур Беттербиев ответил на вопрос по поводу статуса его ожидаемого поединка с Дмитрием Биволом. Ранее сообщалось, что в ринге они могут встретиться летом этого года. По словам Артура, в скором времени последуют новости об этом событии. Какой сейчас статус в истории с боем с Биволом? Сейчас уже более конкретные разговоры идут. Их сторона тоже дала согласие. В ближайшее время будут новости по дате и месту проведения. «Мне дали две недели отдыха, одна прошла, уже хочу тренироваться. Скучно без тренировок», — сказал Беттербиев. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.